Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там живьем детей бросают в колодцы, жгут живьем... Мы ожидали своей участи. И вот 23 марта в нашу деревню явилась карательная экспедиция. Утром рано, часов 11, был солнечный день, был мороз, снег еще был. У меня был брат, старший меня. Они с ребятами поехали за деревню, хотели нарубить хворост. И увидели, когда на деревню движется цепь немецких солдат. Прибежали в деревню, объявили, идет карательная экспедиция. Мы, пацаны, молодежь, были уже к этому готовы. У нас уже была, так сказать, тревожная сумка. Мы начали убегать из деревни. Немцы засекли нас, что кто-то побежал. Открыли огонь по нас. Но мы успели скрыться за бугор и убежали в лес. Убежали в лес, недалеко от деревни. Находимся там. Послали на дерево парню посмотреть, что там творится в деревне. Говорит, идут войска через деревню и проходят дальше. И пошли дальше. Но перед тем, как мы прийти к карателям, у нас уже две недели не было партизан. Если бы были партизаны, мы бы убежали к ним. Но нам бежать некуда было. Находимся в лесу и рассуждаем, что делать дальше. И вдруг крик около леса зовет одного из наших. Кричит Роман. Мать кричит, да? Мы испугались. Прогнали этого Романа. Что он нас выдает там? И он ушел. Ушел к матери. И потом возвращается к нам и говорит. Вот под конвоем мать привели к лесу. Мать сказала, нас через два часа выселяют из деревни и увозят. Кого поймают после этого, всех без разбора расстреляют сразу. Мы посовещались, куда деваться. Дальше бежать некуда, партизан не знаем где. Вышли из леса, нас под конвоем привели в деревню. Привели в деревню, в отдельную избу. Посадили. Ну, старший брат у меня хорошо знал этот дом. Он через квазные двери убежал. По огородам ушел домой и сказал матери. Говорит, а вот я на меня остался там. Видимо, может быть, рассчитывали, что нас тоже так вот сожгут в деревне или что-то такое. Но мать пошла кому-то там к немцам проситься там. Мой малый сын там. Ну, извините. Вот через два часа нас пыхнули в шлях. И у них была манера объявить. Кто старый, кто не может идти, отходите в сторону. Перед этим в деревне вот такое объявление было. И моя тетка родная по матери с мужем и с дочкой отошли в сторону. И вот на таких набралось 59 человек, которых отвели в сарай. Соломкой обложили и положили. И вот они сейчас перезахоронены в деревне Дедино на кладбище. Потом нас повели на Дединское озеро всех. Там долго держали. Видимо, расчет был, что проломится лед и утопят. Но лед не проломился. Нас повернули назад и повели вокруг озера на территорию Латвии. После того, как переночевали в деревне Шушково, нас повели в Зилупе на поезд. Посадили в вагоны в товарные и вот привезли сюда, в этот лагерь. В лесу остановили вагоны и прямо с вагона вот сюда привели на эту площадь. Завели вот в этот барак, который вот ближайший. И сразу объявили, женщины, перейдите на одну сторону, мужчины в другую. Через какое-то время, сколько нас держали, конечно... Так долго. Вот видите, ну что сделать. Ну ладно, я об этом тогда... Все вы здесь видели эти... Все это видели, да? Ну поэтому о чем мне вам рассказывать? Я мог бы рассказать те, кто... Я хотел бы спросить вот что, последнее. Я не буду рассказывать вам ничего. Вот кто-нибудь был вот в самом конце, в конце лагеря в бараке. Самый конец. Гаврилов был. Ну вот я в дом бараки был тогда, когда меня отдавали крестьянам уже от самого... Помыли вот в этом... Баня была вот в этом углу, да? Потом в голову меня погнали туда. Там были... В этом бараке были, и как во всех бараках, Борота были такие, чтобы машиной можно было заехать. Расстелили были матрасы, положили на самотрасы, Ожидали, пока группа соберется. И что я видел там? Вот я видел там впервые в форме эсэсовской, в черной форме, женщину. И там были эти самые нарли, которые были в три этажа. Разгорожены так рейками. И вот там напихано было, видимо, тех, которые уже должны были быть истреблены. Потому что там старики и старухи, кто там был все, только в нижнем белье, И ели-еле живые. И тут факт говорит о том, чтобы врата были сделаны не такие, как во всех бараках, А врата, чтобы машиной можно было заехать. Вот такое впечатление у меня.